Партнер программы Украинская биржа В последние 4 лет он заработал свыше 40 тысяч долларов, а в 50-е годы, задолго до того, как вошло в моду глобальное инвестирование, сэр Темплтон уже искал благоприятные возможности по всему миру. К середине 60-х годов фонды Темплтона инвестировали в Японии. Тогда акции японских компаний по коэффициенту цена-прибыль стоили в 4 раза дешевле, чем американские компании. Известно, что с целью принятия правильных инвестиционных решений он возносил совместные молитвы с директорами своего фонда. Однако, кроме молитв, у Темплтона имелась очень четкая стратегия инвестирования, которая сделала его миллиардером, выдающимся финансовым магнатом и филантропом. Здравствуйте! В эфире «Биржевая азбука» цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – инвестирование стратегии торговли. Главная идея инвестирования на фондовом рынке очевидна – купить ценные бумаги, которые со временем вырастут в цене. Таким образом, главная задача инвестора – обозначить параметры для выбора активов. Первая идея – покупка недооцененных акций, то есть текущая стоимость которых ниже справедливой оценки компании, либо акций аналогов, либо отрасли в целом. Идея покупки недооцененных акций состоит в том, чтобы инвестор нашел активы, чья текущая стоимость находится ниже их справедливых уровней. В таком случае инвестор покупает акции в надежде на то, что рыночная стоимость со временем достигнет справедливых уровней. В таком случае инвестор преимущественно использует фундаментальный анализ. Главный риск для инвестора состоит в том, что с течением времени, как рыночная стоимость компании может не достигнуть справедливых уровней, таким образом потенциал не реализуется. Второй риск заключается в том, что в течение данного промежутка времени, который инвестор рассчитывает держать данные акции, могут ухудшиться экономические показатели компании и справедливая стоимость сама по себе снизится. Следующий подход – выбор акций наиболее перспективных компаний с точки зрения роста доходов, либо развития бизнеса. Для этого инвестор должен понимать специфику ее деятельности, состояние отрасли и следить за новостями, которые могут влиять на стоимость ее акций. Возьмете какой-то металлургический завод, например, там «Запорожсталь», который образно получает какой-то очень большой контракт из-за рубежа. Естественно, он однозначно отразится на балансовой странице. К этому нужно смотреть, какой процент от, например, годовой выручки будет составлять этот контракт. Если цифра незначительная, то, скорее всего, на цене акций это не отобразится. Но если это, в принципе, цифра весомая, 5-7% от годового контракта, то, естественно, такая информация не может хорошо не сказаться на цене акций и однозначно это пойдет вверх. То есть, если вы используете фундаментальный анализ, то вы неплохо должны знать балансовую страницу и кое-какие экономические вещи по поводу экономики в целом и экономики в компании. Чем больше информации ты получаешь от конкретной компании, тем больше вероятность того, что ты можешь принять правильное решение. Плюс после того, как проинвестировал, нельзя забывать, что это не значит, что проинвестировал и забыл, и ушел. За инвестицией нужно постоянно следить. Это фактически ежедневная работа. Нужно отслеживать новости, нужно отслеживать не только твою инвестицию, но и все остальные акции, потому что, может быть, ситуация поменяется и потенциал, например, в вашей инвестиции остается еще существенным. Но на рынке смежной отрасли, например, что-то поменялось, и там потенциал появился намного больше. Есть смысл переложиться. То есть нужно постоянно этим заниматься. Еще одна инвестиционная стратегия – пассивное рыночное инвестирование. Она подходит для долгосрочных инвесторов, которые делают ставку на рост экономики, но хотят избежать корпоративных рисков. Индексное инвестирование обозначает, что инвестор покупает акции, которые составляют список основного биржевого индекса, либо же покупает акции индексного фонда акций, который инвестирует свои средства только в данные акции. Предполагается, что так называемые голубые фишки, которые формируются в состав индексной корзины, будут показывать в длинном промежутке времени наиболее лучшие результаты с точки зрения потенциальной прибыли, потенциальной риски. Таким образом, предполагается, что далеко не каждый инвестор способен обогнать общие показатели рынка, и поэтому инвесторам рекомендуется рассчитывать на ту доходность, которую приносит рынок пассивным образом. История фондового рынка показывает, чем больше временной горизонт инвестирования, тем меньше риски. Поэтому стратегия инвестора отличается от торговых стратегий, применяемых трейдерами. Если вы покупаете эмитент, к примеру, за 30 гривен, вы можете понимать, что в моменте просто из-за того, что рынок неправильно отреагирует на какие-то новости, этот эмитент может стоить 15 или 18 гривен. Если вы используете классический технический анализ, естественно, вы такие большие потери пересиживать не будете. Это однозначно. Но если вы твердо верите в фундаментал, вы верите, что компания может быть куплена кем-то, или в компании могут быть очень хорошие новости. Например, смена директоров, покупка какого-то месторождения или еще чего-то позитивно складывается. То есть, если вы торгуете фундаментал, вы в моменте обязательно не должны обращать внимание на цену акции. Сегодня или завтра вы смотрите более долгосрочный перспектив. При оценке и выборе акций, определении сигналов для покупки и продажи могут использоваться различные фундаментальные и технические показатели. Выбор инвесторам той или иной стратегии, как правило, определяется личностными особенностями, предпочтениями и отношением к риску. Каждый подход, он очень индивидуальный для инвесторов. В зависимости от того, что человеку больше нравится, к чему у него больше лежит душа, он выбирает тот или иной подход. Поэтому, для того, чтобы определиться, на основании чего выбирать конкретную акцию для инвестирования, человеку нужно ознакомиться и с одними подходами, и с другими, понять, что ему больше нравится, что ему больше подходит. А после этого взять, например, 30 самых ликвидных акций на украинской бирже, просмотреть все их, посчитать для каждой акции параметры на основании того подхода, который он выбрал, сравнить их и после этого начинать инвестирование. Точку не ставим. Тема следующего выпуска биржевой азбуки – дейтрейдинг. Подходы к торговле внутри дня. Не пропустите. Партнер программы – Украинская биржа.